привет ну что пока александр судницын лидер по курьезным шайбам этим летом в сочи он пропустил от ска из-за своих ворот опять игоря бабкова играть 55 матчей кубок мэра в москве выиграла команда владимира крикунова но только по дополнительным показателям они по игре в заключительном матче встречались динамо с ска и армейцы продемонстрировали свой привычный хоккей победив 21 главное что команда игорь никитина показала витязью они уступили абсолютно случайно правда тренер поменял сочетание звеньев которые наигрывал все лето опять перевел куда-то кирилла капризова то есть все межсезонье никитин ошибался в прогнозах по тройкам у цска мало что изменилось по игре по сравнению с прошлым сезоном но заметно возмужал максим мамин динамо очень усилил дмитрий яшкин почему-то его физическая форма удивляет многих но не забывайте что нападающий готовился к нхл а там по-настоящему сильные хоккеисты яшкин будет только добавлять и вы увидите что это очень крутой игрок но всех кадровых проблем клуба он не решил еще нужно людей в атаку олег снарок с каким-то удивлением рассказывал об ошибках в обороне спартака но больше поражает что для него эти проблемы неожиданны здесь на что волнует это наверное мы за очень много лет в этом году уделяем уделяли внимание большинству очень много и зависит за всю пресезонку мы забили зиму красно-белые плохо забивают у своих ворот не слишком надежны и совсем не случайно команда впервые за все время не набрала ни одного очка на турнире а игра битязи наоборот порадовала михаил кравец пока держит разношерстный коллектив под контролем у команды есть две пары по-настоящему надежных игроков обороны и два с половиной звена тех кто может решить исход встречи подольский клуб может преподнести сюрприз сезоне если вратари будут спасать а законно ли давать хоккеистом такие премиальные будут ли включен этот пункт в потолок зарплат а то у некоторых будет большое преимущество первая отставка в хл олег болякин поссорился с менеджерами собрал вещи и уехал до старта турнира еще десять дней петри скудра из трактора никуда уезжать не собирается а может быть и стоило чтобы дать шанс другим соперникам трактор выиграл турнир магнитогорске и видно что петрису скудре удалось создать очень сильную и стильную команду тренер и оценивает эти успехи разумно говорит что мол победа стоит забыть они для настроения но вся борьба впереди я слышал что требования хоккеистом настолько высоки что был серьезный разбор даже после победы над салаватом юлаевым в уфе 1-0 это пошло на пользу так как вчера было видно что каждый хоккеист бежит в нужном направлении и делает то что требуется кажется что позади все проблемы динамо рига но тут дело даже не в победе на домашнем турнире хотя это очень круто а учитывая подбор участников ценность успеха возрастает команды гид санки панца появилось лицо еще на турнире сочи наконец угадали с легионерами возрастные ребята в атаке поняли что пришло время когда надо дорожить каждым сезоном ведь он может стать последним система предложенная тренером работает небольшое беспокойство вызывает вратарская линия но кудлевскис после неудачных матчей в сочи пришел в себя а максим третяк выходит на новый уровень если рига попадет в плов то это будет несомненным успехом но кажется что они на это реально способны но нет чувства что вот сейчас у нас все идет хорошо и уже в восьмерку тоже точно попадете но есть психологии и тренер говорит что даже как бы просто надо как бы просто просто надо за верить что не просто попадем или не попадем просто и что пойдем как бы нет других вообще вариантов сегодня в санкт-петербурге два крутых матча сочи встречается с ёкеритом но мы ждем вечерней встречи ска авангард последняя проверка для команды боба хартли и последнее главный тренер сибири николай заварухин совершает большую ошибку не отвечая на вопросы по поводу будущего сэма ловкость а вчера он не попал в заявку и ходят слухи что защитника уже уволили заварухину правда сейчас не до ответов но скорее ему должны подсказывать как себя вести журналистами иначе совсем все будет плохо до свидания скажи про эту шайбу вот ты стоишь такой да ничего не подозреваешь и тут как бы как дали по спине бывает были у тебя более курьезно ну если рясенский забыть эпизод да я думаю что да еще более курьезно